всем огромный привет добро пожаловать ко мне на канал мы с вами в секонд-хенде и смотрите что нашла интересное такое необычное полотно долго его разглядывала и каждый раз убеждаю что в секонд-хенде можно встретить все что угодно никогда не знаешь что тебя ждет в этот раз сегодня мы на завозе обычный вес цену вам буду подписывать как всегда эта сеть магазинов smart storm и кстати еще люк с вами посетим в этом видео людей как всегда было очень много мальчики вообще умудряются онлайн уроки даже проводить прямо в магазине нашла в такой платок по складкам видно что новый из очень качественного шелка сажевого плетения шов рауль все шикарно такие замечательные цветы дома уже обнаружила пятнышко и кстати она не вывелась но я не сильно расстроилась потому что платок просто потрясающе красивый конечно же я бы его взяла даже обнаружив пятно при магазине еще мне понравилась вот такая юбка из денима на новое тоже деним не супер плотный но при этом и не просвечивается она мне понравилась я ее купила и также купила вот эту блузу и стопроцентного шелка здесь такой пейсли симпатичный аккуратный милый мелкий узорчик размер указан xs не мой но я все равно хочу ее примерить вам ее уже дома покажу после того как приведу ее в порядок отправиться ко мне в магазинчик в instagram как обычно все ссылочки оставляю под видео в инфобоксе заглядывайте и подписывайтесь на мой страничку в instagram также нашла вот такой жакет это надо трогать такое невероятное ощущение я конечно его не купила мне здесь не понравился фасон но это очень красивый и невероятно приятный пан бархат прям хочется гладить его и трогать я люблю такие подушки здесь очень красивый цвет и похоже что вещь новая хотя висит бирка из магазина second hand там где-то в европе но состояние новые вещи ну к сожалению фасон не впечатлил еще взяла в такой ремень он с имитацией натурального меха но мех не натуральный он прям блестит видно что это искусственные не очень качественные меха стала его в магазине а вот этот я купила на нем указано что сделан он виталий мне понравилась кожа она такая плотная зернистая очень качественная качественная фурнитура есть значок что сделан виталий несмотря на то что он простой здесь такая фактура конечно же он мне понравился уже купили захотелось и вам показать посмотрите какая фактура видно даже на камеру еще вот такой был ремень с контрастными строчками но здесь столько самодельных отверстий на разном расстоянии разного диаметра я просто не смогу с этим справиться поэтому оставила в магазине хотя иногда я беру подобные и исправляю пытаюсь исправить так что было незаметно но здесь незаметно не получится у этого кожа хорошая но пряжка потертая поэтому тоже стала в магазине и в хуману заглядывала это был завоз мне понравилась вот такая курточка точнее это пальто мне понравился цвет детали и понравилась стежка она разная на рукавах 1 спереди другая сбоку 3 но здесь вот я вам показала пятно такое впечатление что наступили это мохито масс-маркет мне не нравится как носится синтепон от этого бренда он очень быстро приходит в негодность поэтому я оставила в магазине даже не стала разбираться с пятном из его характером хотя мне кажется без проблем можно вывести это пятно сзади вот смотрите как интересно выполненный цвет красивый конечно да она заслуживает внимание но на один сезон только а вот эту курточку я купила мне понравилось тем что это бомбер бомбер удлиненный качество ткани хорошая несмотря на то что это тоже масс-маркет бренд но выполнены неплохо и такая стежка мне тоже нравится она не плотная не сильно набитая это не синтепон это демисезонная вещь бомбер прям отличный к сожалению размер не мой это элька и очевидно что эта вещь мне большая в плечах даже видно дома я обязательно примерю покажу вам на себе еще заинтересовала вот эта косуха но мех животного не первой свежести такой неряшливый мех и хотя косуха в хорошем состоянии скорее всего ее не носили практически но этот мех это ужасно это h&m оставила в магазине это не дубленка ткань пальтовая если можно так сказать можно сказать ткань пальтовая думаю вы меня поняли если мех остегивался я бы наверное купила ее еще впечатлило это пальто неплохой состав несмотря на то что это тоже h&m и очень красивый цвет пальто халат но маленький размер я думала может взять для магазинчика в итоге передумала хотя пальто интересное надо было брать может я за ним еще вернусь да пожалуй я за такую курточку джек вальскин я люблю этот бренд у него несколько вещей несколько курточек от этого бренда это тоже защитой таксопор но взяла почему потому что она яркая она очень яркая ночью и хорошо видно у нас уже несколько дней нет электричества в городе точнее в моем районе точно нет несколько дней и переходить дорогу это настоящий квест очень опасно яркая светоотражающая одежда это то что может спасти жизнь еще понравились вот такие сапоги они в стиле элельбин это сорели они из натуральной кожи вот есть значок и даже подкладка у них такая гороховая красивые но кожа уже пузырится вот видите спереди показала попыталась показать хотя по состоянию неплохие скорее всего долго лежали очень жаль потому что они водоотталкивающие то что надо на осень а вот эта находка я не знаю может быть месяца казаки из экзота это кожа питона штучная редкая находка и в таком прекрасном состоянии конечно удача люблю эту кожу за то что она мягкая эластичная изысканная и самое главное долговечная и износостойкая если вам попадется и вашего размера обязательно берите обувь носится просто прекрасно еще вот такие ботинки из натуральной кожи здесь уже не рептилия на пятки тиснения под рептилию так они из гладкой кожи мне понравилась подошва это что они застегиваются на молнию но есть при этом шнуровка это очень удобно в носке не нужно каждый раз зашнуровывать помещаемся в следующий магазин это сеть smart store мне понравились вот эти босоножки от calvin klein они на эксклюзиве лежали я их не купила но наверное за ними вернуть потому что летняя обувь не продается зимой как правило и она меня может и дождаться понравилась вот эта цепь и кстати там на одном звене тоже выгравирована название бренда прям так интересная деталь и вот эти кроссовки найки понравились они тоже были на эксклюзиве завесили они порядка 2000 гривен наверное но состояние абсолютно новой вещи я тоже наверное за ними вернусь что-то мне подсказывает что они меня дождутся будем надеяться размеры мой такие буду носить с удовольствием на люксе был вот этот шоппер я не знаю что именно меня привлекло наверное размер он небольшой и то что он новый еще вот эти лоферы купила они из замши они такие мягкие такие приятные качественные этот бренд не нравится офис и вот эти мужские тоже купила они новые мне понравилось что у замши такой красивый оливковый оттенок размер 43 тоже мягкие и удобные еще на эксклюзиве была вот такая сумочка без ремешка от донна кара не понимаю что она делает на эксклюзиве это не натуральная кожа под софьяна сомнительного качества вообще странно конечно что эта вещь делает на эксклюзиве а вот эти мюли я купила несмотря на то что это масс-маркет бренд они из кожи и меха и выполнены они очень качественно я прям впечатлилась хороший устойчивый каблук а вот эту сумку я долго разглядывала но видно что это какие-то этно мотивы я не знаю скала бренд не нашла видно что большая работа проделана с этой сумкой здесь ставки из натуральной кожи и замши но здесь вышивка из бисера и из ниток гладью какие-то вставки какие-то монетки но она реально как произведение искусства очень акцентная я даже не знаю как бы я ее стилизовала но я ее не купила хотя сейчас глядя на нее у меня созрел образ в голове но увы осталось в магазине сумок было очень много в магазине сумок было очень много Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok